Девушки отдыхают И веселые трубадуры Трубадуры бродили по дорогам Пели песни и устраивали представления Которые народ очень любил Всем привет! Меня зовут Глазырина Анастасия Я сотрудник культурного центра Сегодня наше мероприятие называется Слышу голос из прекрасного далека Слушая детские песенки, которые звучат в кино и мультфильмах Мы часто не задумываемся над тем, кто их написал Согласитесь, мы не всегда обращаем внимание на титры А даже если и обращаем То, читая имена, очень часто не видим за ними реальных людей Многие не слышали имени Юрия Сергеевича Энтина Но при этом все от мала до велика знают его стихотворение Сегодня 21 августа Автор празднует свой юбилей Ему исполнилось 85 лет Юрий Сергеевич Энтин Если вдруг кто-то не слышал или забыл, то напоминаю Это настоящий волшебник слова Он автор всех-всех-всех детских стихотворений, которые вы знаете Это и Чунга-Чанга, и Летучий корабль, Антошка, песник Буратино и Электронику Прекрасное далеко, расскажи Снегурочка, где была и другие В одной передаче Елена Камброва сказала, что если бы у нее была такая возможность Она бы присвоила Энтину звание заслуженного путешественника земного шара Потому что так, как умеет путешествовать Юрий Энтин в страну детства, больше никто не умеет Я думаю, что день рождения Юрия Энтина – это прекрасная возможность Отложить в сторону все взрослые серьезные дела и обратиться к своим детским воспоминаниям Возможно, вы найдете свой фотоальбом и просмотрите снимки с любимыми персонажами из старых мультфильмов Или позвоните старому другу, с которым напевали веселые песенки или даже танцевали под них А как лучше всего поздравить поэта? Конечно же, вспомнить его произведения Раньше их пела вся страна Выпускались пластинки, они звучали на телевидении Но сегодня это большая редкость Продлагаю вспомнить эти замечательные песни сегодня все вместе И услышать таки голос из прекрасного далека Мы собрали интересные факты и жизни, и творчества Юрия Сергеевича Которые он сам с удовольствием рассказывает Ну что, поехали? Биография поэта берет свое начало в 1935 году Он родился в Москве Как появились первые строчки, он не помнит Но помнила и рассказывала его мама Оказывается, Юра очень любил играть в шашки И мог обыграть даже взрослого Однажды, будучи пятилетним ребенком Он обыграл десятиклассника На что тот обиделся и выкинул игру в канализационный люк И тогда Юра сказал Безобразник из люка, достань шашки из люка И все зааплодировали и засмеялись Получив диплом о высшем образовании Юрий Сергеевич проработал в школе учителем истории один год Был библиотекарем А как же он стал поэтом, который написал более 600 популярнейших песен Для детских мультфильмов и кино Давайте разбираться Композитор Геннадий Гладков однажды рассказывал Представляешь, тут в поезде едут Высоцкий с Ливановым И они стоят и поют детские песенки Энтина в тамбуре поезда А не поют, ничего на свете лучше нету Почему мы вспомнили про мультфильм «Бременские музыканты»? Спросите вы Все просто Именно с этого мультфильма начался творческий путь Юрия Энтина В 60-е годы он работал редактором в фирме «Мелодия» И ему приходилось прослушивать огромное количество песен Как он сам вспоминает, в автобиографическом стихотворении Песенки были про собачек, птичек, кошечек и мишек Про зайчишек и капустку в огороде И, конечно, об Ульянове Володе Но все это время он очень хотел стать автором И в тайме от своих коллег писал стихотворение И вот в 33 года его мечта сбылась К нему обратилась известный режиссер Инесса Ковалевская И предложила создать мультфильм Тогда за основу они взяли сказку «Братьев Гримм. Бременские музыканты» Это приключения о музыкантах, про кота, собаку, петуха и осла Но, как вы помните, в мультфильме очень много авторской выдумки Потому что изначально не было ни Трубадура, ни принцессы И тогда было решено ввести сначала мужскую партию Потом Трубадур обязательно должен был влюбиться Иначе без любви история получалась какая-то сухая и неинтересная А где есть принцесса, там недалеко и до папы короля И как помните, принцесса очень хочет свободы А отец ее не отпускает И поэтому возникает конфликт Который Юрий Энтин просто гениально выразил в своих строчках Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы А Гладков рассказал, что наслушался тогда мягкого бетловского рока И отчасти спародировал эти мотивы в песне «Баюшки-баю» Фамилия Энтин тогда дважды появилась в титрах Как соавтора сценария и автора стихотворений И вот с тех самых пор он стал поэтом Кстати, мы упомянули Владимира Высоцкого не случайно Оказывается, Юрий Энтин не только был знаком с Бардом Но еще как продюсер он выпустил первую пластинку Высоцкого До этого фирма «Мелодия» Высоцкого не издавала А в 1966 году вышел фильм Говорухина «Вертикаль» В котором прозвучали достаточно добрые песни Про горные вершины, про дружбу И тогда Юрий Энтин продолжил заведующей эстрадной редакцией Анне Качальной Выпустить пластинку Высоцкого И совместным трудом это удалось Юрий Энтин вспоминает, что тогда к нему даже пришла Людмила Абрамова Это жена Высоцкого, потому что сам Бард был на гастролях И очень сильно благодарила Потому что пластинка вышла огромными тиражами И, соответственно, они получили большой гонорар Энтин и Высоцкий потом очень подружились и часто встречались Владимир Высоцкий пел какие-то свои новые песни Прямо на улице полушутливо И Юрий Энтин вспоминает, что когда он меня видел издалека То приветствовал фразы из Киплинга «Мы с тобой одной крови» Воспоминания о встречах Владимира Высоцкого и Юрия Энтина Включены в сборник «Всё не так, ребята» Игоря Кахановского Юрий Сергеевич рассказывает, что его знакомство с величайшими поэтами Которые набирали популярность в 60-е годы Случилось в 1962 году Его пригласили в Политехнический музей в качестве статиста То есть человека, который играет второстепенную роль без слов В Политехническом музее тогда снимался знаменитый фильм Марлена Хуцеева «Застава Ильича» И там на большой сцене выступали Булата Куджава, Андрей Вознесенский Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский И другие поэты Шесть дней подряд длились съёмки И на последний день Любому зрителю из зала было предложено Выйти на сцену и рассказать что-то о поэтах Тогда Юрий Сергеевич не растерялся Он написал на каждого поэта пародии Вышел на сцену и рассказал их Временно с бременскими музыкантами Юрий Энтин написал ещё две песенки Которые стали очень популярными Этого рыжего мальчишку, который прятался под подсолнухом Знают все без исключения Помните такой короткометражный мультфильм? Это же Антошка! А знаете, как он создавался? Повторюсь, в 1968 году Юрий Энтин работал редактором на фирме Мелодия И однажды к нему бежала сотрудница И сказала, что там пришёл какой-то очень странный человек В помятой рубашке, в шортах, в сандалиях на босу ногу И требует пустить его к директору Тогда Юрий Энтин пошёл разбираться Этим человеком оказался Шаинский Владимир Яковлевич Тот самый, который стал наиболее известен Написав мелодии к песням «Крокодила Гены», «Чебурашки», «Голубой вагон», «Песня мамонтёнка» Шаинский начал объяснять Энтину, что он окончил консерваторию по классу скрипки И что он пишет музыку Но Юрий Сергеевич быстро понял, что музыку нужно писать Шаинскому не взрослую, а детскую И продолжил ему написать мелодию к стихотворению про Антошку Кстати, это стихотворение родилось у Юрия Энтин не случайно Действительно, когда он работал в школе, у него был такой ученик, который постоянно говорил «Это мы не проходили», «Это нам не задавали» Песня прозвучала в воскресенье в передаче «С добрым утром» в 1969 году И вторая популярная песня в соавторстве Шаински называется «Чунга-чанга» Все мы помним эту танцевальную мелодию Было приглашение режиссера, создателя бременских музыкантов Инессы Ковалевской Которая предложила написать две песни к мультфильму «Котирок» И вот что об этом вспоминает Юрий Энтин Одна песня у меня получилась довольно быстро «Синяя вода» Музыку написал Шаинский легко А вторая никак не получалась Потому что нужно было придумать Это я как бы себе дал задание Название острова Так было по сюжету, что герой попадает на необитаемый экзотический остров Я решил, что надо придумать название, которое потом стало бы популярным Долго думал и никаких идей у меня не было Однажды я вышел издания «Союз мультфильма» и напротив увидел афишу, где было написано «Балет на льду», балетмейстер и режиссер Евгений Чанга Фамилия Чанга мне запала и тут же добавилась Чунга Получилось двойное название «Чунга-чанга» Кстати, у Юрия Сергеевича даже есть патент на это слово, потому что он его придумал А еще есть фестиваль с таким названием С 1997 года проходит международный фестиваль для детей, посвященный творчеству Юрия Сергеевича «Чунга-чанга», «Танец маленьких утят» и «Край, в котором ты живешь» Сейчас я расскажу вам про свой любимый мультфильм Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик-мурлыка, муж работящий Вот оно счастье, нет его слаще До сих пор, когда я слышу эту песенку, я откладываю все свои дела и мчусь к телевизору Потому что там идет мультфильм «Летучий корабль» режиссера Гарри Бардина Этот мультфильм снят по мотивам русской народной сказки И все песенки, которые в нем звучат, написаны Юрием Энтиным Вот как автор вспоминает создание песенки «Водянова» Бардин дал мне сценарий и попросил, чтобы я написал песню про Водянова Разрешил мне придумать ему характер Я долго ломал голову, потом решил войти в образ Залез в ванну, рядом положил карандаш и бумагу И через 10 минут стихи были готовы Песня вмиг стала популярной Но в 1985 году в издательстве «Советский композитор» должна была выйти моя первая книжка Меня вызвали на ковер и сообщили, что песню Водянова они выбросили Потому что она не детская, а диссидентская В партии нескольких бабок-ежек могло ее не быть Дело в том, что изначально предполагался только один номер бабы-яги, для которой Юрий Энти написал такие строчки «Меня вы знаете так слабо, во мне вы видите врага, а я, во-первых, просто баба, и только во-вторых, яга» Но режиссер передумал, решив, что сводный хор бабок-ежек, который будет жить в общежитии на курьих ножках, будет намного забавнее и интереснее Тогда Энтин написал эти сумасшедшие частушки Для озвучки хулиганок бабок-ежек был приглашен московский камерный хор Юрий Энтин с детства хотел научиться летать и свои желания отразил в творчестве Как раз-таки один из его любимых персонажей Водяной поет «А мне летать охота», корабль летучий и качели у него тоже крылатые Под таким названием, кстати, вышел самый первый сборник стихотворений Юрия Энтина в 1987 году в государственном издательстве «Советский композитор» А еще с таким названием, как вы помните, есть песенка композитора Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина Которая прозвучала в советском кинофильме в 1979 году «Приключения электроника» Про 12-летнего пионера Сергея Сыроешкина и его точную копию робота-электроника Также в этом фильме прозвучали и другие интересные всеми любимые песни Например, про школу «Мы маленькие дети, нам хочется гулять» Один из учеников Энтина ужасно не любил историю Древней Греции И позже автор вспомнил этого ученика и как бы от его имени написал тайные мысли «А нам говорят Афины, войной пошли на Спарту, а я говорю покинуть, скорее хочу я Парту» Советуем, кстати, вам посмотреть фильм и прочитать книгу, по мотивам которой он снят Евгения Велтистова «Приключения электроника» Юрий Энтин дружил и работал с семью величайшими композиторами Это Геннадий Гладков Владимир Шаинский Максим Дунаевский Александр Зацепин Евгений Крылатов А с молодым композитором Алексеем Рыбниковым Юрий Энтин работал над созданием песен Телефильму про деревянного мальчика «Приключения Буратино» Стихи для героев тогда писали целых два поэта И мало кто помнит, что одним из них был Булата Куджава Для телефильма он написал целых 15 песен, но одобрили только 7 Все остальные посчитали слишком взрослыми Юрий Энтин написал недостающие песни Черепахи-тортилы, Дуримара, Песню кукол, Песню пауков и Буратино А вот главная песенка никак не рождалась Рыбников ежедневно ему звонил и требовал текст А потом однажды сказал «Знаешь, у меня есть такая мелодия, очень буратинная», но на нее никак не ложатся слова Он напел ее Энтину, и Юрий сказал «Так это же припев песни!» Так песня была придумана в одно мгновение И, конечно, мы не можем не рассказать о песне, строчкой из которого названо наше сегодняшнее мероприятие По признанию Юрия Энтина, он не думал, что текст песни «Прекрасно и далеко» Обретет большую популярность у девчонок и мальчишек Но такие теплые строки, искренние, душевные Которые прозвучали в фильме «Гости из будущего» под мелодию Евгения Крылатова Пришлись всем по нраву Эту песенку пели и будут петь еще долгие годы А сам автор очень любит рассказывать одну историю Однажды в программе «Взгляд» показали мальчишку-беспризорника У него спросили, есть ли у тебя любимая песня И он со своим абсолютным слухом вдруг запел «Прекрасное далеко» Вся съемочная группа расплакалась Оператор, даже заслушавшись, уронил камеру И на этом программа закончилась А сама песня стала лучшей песней года в 1983 году Что касается творчества Юрия Энтина, которое направлено на взрослую аудиторию То можно говорить о двух мюзиклах Раньше было лучше и проделки Майсары Но с ними лучше ознакомиться на официальном сайте поэта Потому что там дано краткое описание И также даны небольшие отрывки музыкальных номеров из этих пьес Также на сайте вы найдете полную биографию поэта Его книги, интервью и многое другое Ссылку на сайт мы обязательно оставим А мы поздравляем нашего любимого поэта Желаем ему хорошего настроения Процветания, долгих лет жизни И хотим завершить наше сегодняшнее мероприятие Просмотром мультфильма на стихии Юрия Энтина Который создан в детской мультстудии Калибри Центральной городской библиотеки До новых встреч!